Всем привет! Сегодня у нас видео о том, как сделать наличники на дом, на дачу, своими руками, быстро и просто. Кому интересно, смотрим видео дальше. Итак, делаем наличники на окна. Для начала, конечно, делается шаблончик. Здесь вот у меня все элементы наличников присутствуют. Такие наличники можно, рисунков сколько угодно можно скачать в интернете, не вопросы. На разную величину окон. Вот у меня здесь уже раз покрашены на разные окна. У меня три окна. Два покороче, два подлиннее. Это вот этот, вот этот элемент. Это вот, как вот левая сторона. Если вот от вас, здесь центр, верхняя часть. Вот, короче, на этом куске все элементы вот этих конструкций присутствуют. Элементы, рапорт, как по-научному они там называются, не будем вдаваться. Вот они вот идут все одинаковые. На любую длину окна можно вот это все. Это все одинаковые идут. Вот это или на конец окна. Это можно или вниз повернуть, как угодно. Это вот верхняя часть. Такой вот сегмент тоже. И со второй стороны идет. В принципе, все просто. Скачиваем, там или распечатываем, или рисуем. Что нужно. Здесь у меня, конечно, уже много изменено до неизнаваемости, что было в интернете. Я, в принципе, здесь специально, ну, упростил. Да, не упростил. Чтобы упростил быстрее мне резать. Здесь очень много было таких квадратных элементов. Здесь вообще было внизу что-то. Это как набросок у меня, но он переделанный. Кое-где, чтобы меньше резать. Вот я здесь круглые сделал, заместо таких. Но это как изначальный был. И то уже у меня же что-то переделанное. Но это на каждый свой вкус. Как хочет. И чтобы побыстрее сделать, можно это все сделать под себя. Ну, естественно, еще и, чтобы какую-то эстетическую роль не терять. Привлекательность этих наличников. Но я думаю, мелкие детали, они все равно, вот я сделал, красить тоже стали. Можно было бы покрупнее вот некоторые элементы делать. Можно и покрупнее. Драска еще ложится. Тут можно, я говорю, здесь можно даже покрупнее. Кое-что можно еще убрать. Чтоб лишнее не возиться. Что-то прибавить в свое, что-то убрать наоборот. Можно было здесь отверстие, здесь. Но это на свой вкус. Так, если как размельчать. Ну, это, в принципе, всем понятно. Делаю, конечно, я из фанеры не очень толстой шестерочкой здесь. Может, кому-то скажут, это не наличники. Это так, аппликация. Ну, как говорится, на наш вид хватит. Можно и толще делать, естественно. Толще материал или какого-то другого материала. Я вот пластиковый вообще хотел, чтобы и не красить бы белые. Найти, если бы нормальные, не панели, естественно, а не пористые. Ну, вот типа сэндвич панелей, что-то такое бы, материал. Но остановился на фанере. Ну, в принципе, основная здесь вот, как разметка, я показывал. По рапортам, сегментам. А расположение видно будет, как на видео. Это можно было у меня снизу в бок. Как я говорю, эстетичнее, может быть, даже если боковые части вертикальные вниз было бы ставить в это. Но это на свой вкус все. Так, размечаем-то, в принципе, понятно, чтобы сэкономить материал и себе же время. Можно как-то вот так. И чтобы вырезаю, я сразу, это у меня вырезано, чтобы не резать там кусками. Сразу вырезал лобзиком здесь и проходил. Если вот прямые вот такие вот элементы, сразу рассчитаем, сколько надо. Режем или циркуляркой, или же, может, даже удобнее. На циркулярке пластов размечаем, и быстрее получится, и все. Так у меня вот тут где-то 21 метр на три окна. Ну, два-два с половиной дня тут с разметкой, совсем, ну, краска, конечно. Вот вчера еще на второй раз красить. Ну, за три дня, в принципе, тут можно сделать. Ну, не отвлекаться на другие работы, если, конечно. Ну, и так делаем. Для начала, конечно, будем, вначале, вот если такими же нарежем все, или длинные какие элементы, элементы, ветер сильный, ибо все сдует, или слышно-то будет вам, или нет. Первым делом, конечно, вот нарезали. Вначале сверлим. Сверла вот я использую перовые по дереву. Ну, можно, в принципе, и по стали. Да, что и не хуже, в принципе, ну, кто чем ближе по душе. Вот, сначала сверлим отверстия. Я использую тут вот 16 и 12. Ну, это под какой рисунок? У кого какой будет, те сверлы подберете. Сначала вот просверливаем. Здесь я даже ничего не отмечаю, все на глаз. Такие вот элементы, можно было покрупнее. Это сверлим просто вот, чтобы нам меньше резать потом. Сверлим здесь, прорез сюда идет, сюда, сразу во все стороны, чтобы лишних отверстий не сверлить. Ну, и так, переходим. Ну, будем, начну, покажу, как сверлю. Чтобы просверлить, не было сколов. Берем какой-нибудь там брусочек ненужный, да хоть горбелину. Ну, придется ее чаще менять, ненужный какой пиломатериал. Надо, чтобы был плотный прижим. А то будут сколы, могут снизу получиться. Ну, инструмент, когда будет подсаживаться, даже на это могут быть иногда чуть-чуть. Если рядом близко отверстия, кайки, стараемся тоже вот близко отверстия так не очень так располагать. А то и очень хорошие инструменты, прижим, если может быть сколы. Ну, надо почаще будет, конечно, если заправлять только. Главное, короче, чтобы прижим. И почаще их менять. Вот если здесь просверлим мы, допустим, в следующий раз уже точно мы в эти не попадем по-любому. Если так же, придется переворачивать там, сдвигать и поглядывать, чтобы не попадать, остаются все равно на проходе отверстия. Если такие сверла, да и любое сверло хоть подстали, все равно на проход до конца будут здесь портиться подкладка все равно. Ну, и сверлим. Хороший прижим можно, конечно, на инстантке. Я дрелю. Не так все, в принципе, это все и долго. И больше диаметром вот сверлом другие отверстия. Дрелька уже старенькая, подбивает, конечно. Ну, в принципе, более-менее нормально. Эти все заусенцы я покажу, с чем снять. Вот так ничего. Чем, конечно, сверло... Вот я много, конечно, лишнего здесь попал. Но все равно, по-любому, такие сверла, вот все равно режущие кромки только вот крайние. Это как центральный направл. Все равно вот эти будут оставаться. Если опять вот будете сверлить, вот, допустим, вот так как-то попали рядом. Сверло может в сторону уйти или разбивать, или тоже сколы тогда будут неизбежны. Что вот тогда чаще меняем, положили или сдвинули пару раз на одном, вместе на другом. И так все проходим. Ну, сейчас покажу, как вырезаю. Пилки вот для лобзика использую вот такие. Это... Вот такие побольше можно даже звук. Ну, больше-то, наверное, не надо. Больше я вот таким пилил. Это вот такие прямые. Ну, кое-где, где небольшие повороты, можно и вот таким. Это... Это все обработать. А если вот такие основное, вот для криволинейного реза, вот такой мелкий прямой зуб, это вот где-то вот эти вот эти все. Внутри тоже. Вот такая пилочка потоньше, поуже. Ну, упаковочка, наверное, вот у меня ушла, да, 5 штук на 20 метров. Где-то, нет, еще, наверное, два осталось. Можно, в принципе, выпилить. Подгорают, конечно. Если очень крутые... Крутые углы. Так, где у меня тут есть покруче. Ну, может, здесь даже чуть-чуть. Вот где-то вот так. Но это не проблема. Все нормально, в принципе, режет. Инструмент, конечно, простейший. Какой-то тут модель не определяется. Видавший вид у меня он уже. Не Макита. Ну, для таких бытовых целей вполне достаточно. Так, сейчас покажу, как резать. Резать буду медленно, но немножко здесь неудобно, и показывать, и резать, чтобы было понятно. В принципе, режу вот тут на станочке сидя, а в принципе, здесь жена говорит, сразу в ведро, мусор сразу в ведро, чтобы убираться. Все туда сваливается. Это, в принципе, так удобно. Станочек сделал. Можно, конечно, и стоя. Станочек громко сказано. Что громко сказано? Ящичек и камер. Станочек и камер. Это не вопрос, будет это все незаметно, как уходит. Здесь, вот, как говорил, по центру, чтобы пропилить. Медленно, а там куда-то. Медленно, а там куда-то, все-все. Вот, и здесь, если так, где еще-то, ну, здесь с этим все понятно. Большие углы, конечно, можно и сверлить, а можно вот так вот проще, но это их немного. Вот, и здесь. Да. Говорят, вот так. corporation. Субтитры делал DimaTorzok Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.